Приветствую вас! Ну, чтобы разобраться во всём том, что с вами происходит, нужно сперва понять вообще, значит, по-воему вы переехали в эту другую страну, если у вас отношения с мужем то хорошие, то ужасные. Вполне вероятно, что у вас и у вашего ребёнка просто-напросто несовместимость с климатом, то есть вам будет тяжело находиться в другом всём климате и это отчасти накладывает определённый отпечаток на ваше состояние. Также определённый отпечаток на ваше состояние накладывает и то, что с Родиной у вас связано довольно много, в тём числе моральный аспект, психологический аспект, возможно, бессознательный аспект и так далее. Скорее всего, это установки, данные вам, вашими родителями, может быть, традиции, чрезмерная привязанность к традициям, чрезмерная привязанность к каким-то вот этическим моделям поведения, которые приняты именно вот в вашем родном обществе. Ну и, соответственно, некие такие корни, национальные корни, территориальные и так далее. И из-за этих установок, в том числе и из-за того, что вы вполне вероятно испытываете противоречия по причине того, что вы выбрали себе мужчину, который живёт в другой стране, и наверняка это шло вразрез с установками ваших родителей и наверняка это шло с установками вашими, но вот вы влюбились и вполне вероятно вы не принимаете свой выбор до конца, не осознаёте свой выбор до конца и боитесь, что вы ошиблись, что вы неправильно поступили и в итоге предали тех, кто был у вас на родине ради вот чего-то другого, нового, но тяжёлого для вас. И именно вот это вот противоречие, именно неуверенность в вашем выборе, она и приводит к таким вот последствиям. То есть здесь, смотрите, первое, что нужно разобрать, это ваше отношение к родине, к корням, вот к тому, почему, например, вы считаете, что вас вырвали оттуда моё тело, а мысли остались там. То есть, смотрите, по идее, если вы встретились с мужчиной, если вы его полюбили, если он полюбил вас, то именно мысли ваши, они как раз таки с ним, с мужчиной, с мужчиной, да, но вы чувствуете себя вырваны. Это, во-первых, проблема выбора вашего выбора, проблема мотивации, проблема смысла, то есть вот личностный смысл, то есть лично ваш смысл того, что вы делаете, того, как вы оказались там, где вы сейчас находитесь. То есть это очень важный вопрос. И второй вопрос, это проблема ваших отношений с мужем, которые, по сути дела, ну, являются стабильными, да, то ужасные, то хорошие, и это также не вносится определенной стабильности в ваше самочувствие. Когда за это ребёнка, то ребёнок, скорее всего, просто-напросто чувствует ваше состояние и из-за этого болеет. И дело сейчас не в том, что врачи не учат, это у вас, скорее всего, идёт субъективное восприятие, ну, субъективное восприятие места, которому у вас антипатия, а это именно, вот, как бы, перенятие ребёнка в ваше состояние и, соответственно, проявление его. И, естественно, основной вопрос, это вопрос ваших отношений с мужчиной, потому что, если отношения с мужчиной нехорошие, если шансов их исправить эти отношения нет, то нельзя договориться о том, что вам действительно стоит мутиться. Вы задаёте нам вопрос, стоит ли мне так мутиться, и ответ на этот вопрос можно дать только такой. Всё зависит от того, ради чего вы мучаетесь. Если вы мучаетесь, например, ради своего мужа или ради чего-либо другого, и вы не можете преодолеть какие-то свои внутренние барьеры, с этим может помочь психолог. Но если у вас проблемы с мужем, и при разборе отношений с мужем выяснится, что, например, перспектив у вас нет на то, чтобы вы были счастливы, именно вы, то мучить тогда не стоит. Но, опять же, это нужно разбирать с вами. Потому что вот то, что вы натушали, здесь такая смесь правдивости с эмоциональными. Вот видно, что вы писали довольно на эмоции. Кроме того, я полагаю, что немаловажную роль сыграла и то, что вы в декрете, и, значит, не можете, соответственно, на преднем уровне реализовываться как личность, как человек, как субъект той или иной деятельности. Но проблема, конечно же, глубже, поскольку вы говорите, что все три года вы мучаетесь. Другой вопрос. Почему, не чувствуя себя комфортно, вы зачихали ребенка? Почему, не чувствуя себя комфортно, вы поженились со своим мужем? Почему, не чувствуя себя комфортно, вы все вот это вот делали? То есть, насколько вы осознаете себя, свои мотивы, свои желания, свои цели, свои стремления, свои ценности, не забыли ли вы себя в результате вот такого поведения? И может быть причина вся в том, что вы просто-напросто в неврозе. То есть, вы вытесняете свои желания, вы вытесняете себя настоящую ради той, которую требуют другие люди. Вот это вот ваше состояние. Тогда нужно выяснять, что же, собственно, является вашими желаниями и почему они были вытеснены. То есть, что заставило вас их вытеснить. И вот уже на отнование этого будет понятно, стоит ли вам мутиться или нет. В любом случае, переезд в другую страну – это довольно серьезное решение. Если вы его сделали, значит, чем-то вы руководствовались. И переезд в другую страну – это всегда процесс с болезнями. Это всегда дешевый процесс. Аклиматизация, смеляция, интеграция в другую культуру и так далее. И может быть, вся проблема в том, чтобы вы чувствуете, что на вашей родине люди родные, а там нет. Если бы люди из Турции стали для вас родными или понятными, нужно изучать их среду, социальную среду. Нужно изучать их менталитет. Нужно проникать с культурой общества в страны, в которой вы живете. Если вы этого не делаете, то ни друзья, ни язык вам не помогут. На вопрос в том, хотите ли вы этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...